Приветствую всех! В сегодняшнем ролике, как и обещал, сделаю обзор на Butterfly Mizutani Super ZLC. Одна будет у нас оригинальная, а вторая паленая. Целью этого ролика не будет показать недостатки паленого основания. В этом ролике будет основная цель это сравнить, сильно ли большая разница этих двух оснований. Это раз. Во-вторых, вообще основание Mizutani Super ZLC, которое китайская копия, годно ли для игры, это два. И третье, покажу, как выглядит паленая Mizutani Super ZLC, чтобы вы вдруг не попали на руки мошенников. Или на крючок. В общем, чтобы вас не обманули при покупке основания на Авито, либо на прочих сайтах. Прежде чем перейдем к наклейке, к простукиванию, предлагаю посмотреть и сравнить два этих основания. Теперь детально переходим к этим двум основаниям. Выглядят они вот таким вот образом. Видно, что которая китайская копия, китайская копия, она намного ярче. Такое чувство, что она просто покрашена. Когда как у оригинала цвет немного темнее. И такое чувство, что это вот, ну, такой вот цвет как бы дерева, или как они его применяют, пропитывают. В общем, вот во всех вот этих основаниях, которые другого цвета ручки. Далее переходим к прорисовке рисунка на китайской копии. Можно увидеть, что здесь вот этот угол, он здесь неровный. Возможно, если вы будете покупать неоригинальную, может быть, там будет ровный. Но именно на этом экземпляре здесь угол неровный. И видно, что здесь какой-то есть прорез. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это на то, насколько ровно вставлены вот эти чекухи. Именно вот эта чекуха вставлена относительно ровно. И, в принципе, она не выпирает. Но, если сильно очень присмотреться, к примеру, здесь можно заметить некий зазор. Тогда как на оригинальной версии таких, конечно же, зазоров ничего вы здесь не увидите. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это на качество самого шпона. Качество самого шпона, верхнего я имею в виду, конечно же, заметно видно, что оно очень плохое. Видны вот эти вот, такое чувство, как вкрапины, что, скорее всего, при наклеивании накладки клея у вас, она будет плохо сдираться, потому что клей будет входить в этот сам шпон. И она, доска, очень сильно белая. Когда как оригинальная, она немного желта, и таких вкрапинок, как здесь, нет. В общем, качество обработки шпона тоже разное. Теперь переходим на другую сторону. По написанию. По написанию тоже ничего говорить вам не буду. Вы сами обратите внимание, что написано. Здесь на оригинальной все четко прописано. На китайской видно, что замазаны, где-то кляксы. Дальше. Обращаем внимание на серийный номер. Какой шрифт у нас на оригинальной версии. И какой шрифт. Такое чувство, что писала 11-классница. Вот немного с курсивом. Вот. Дальше также обращаем внимание на вот эти чекухи. Здесь у нас не выпирает. Здесь она немного выпирает. Здесь видны зазоры. Вставленное дерево. Здесь, конечно, такого уже нет. Теперь переходим к самому карбону. ЗЛЦ. К сожалению, наверное, на видео заметно это не будет. Но все равно, мне кажется, чуть-чуть будет видно, что ЗЛЦ карбон. Здесь видно вот эти вот сами, сами вот эти волокна. Как оно переплетается. Видно вот этот рельеф. Тогда как на китайской версии здесь карбон также обозначен. Но он просто как обычная черная прослойка. Вопрос, карбон ли это вообще? Либо это просто какое-то темное дерево, не дерево. Так, теперь переходим к рассмотрению вот этих чекух. Вот на оригинальной версии. И на китайской. К примеру, вот видно, что здесь вот эти вот кольца butterfly. А они у нас здесь выпирают рельефные. То здесь они просто как прорисованы и не выпирают. Значки в обоих случаях, они здесь как выжжены. Но тоже разница идет в курсиве. То есть немного разного шрифта. Здесь они мельче, здесь крупнее. Но это все так, придирки. Далее давайте обратим внимание на ровность самой лопасти. На удивление, китайская версия идеально ровная, что она немного к столу примагничивается. Ну и разумеется, которая оригинальная, она тоже такая же. Тоже ровная, тоже примагничивается. Так, здесь одна сторона у нас прямая. Здесь. То же самое. Она как примагничивается. Идеально ровная лопасть. Это на удивление. Сейчас мы осмотрели внешнюю разницу двух этих оснований. Конечно, это не самое основное, на что я хотел бы обратить внимание. И вообще, мне самому было бы интересно посмотреть не внешнее их состояние. Конечно, китайская версия, она будет сделана не так качественно, на что вы обратили внимание. На чекухи, на шрифт и так далее. Но, на удивление, лопасть была идеально прямая. Что могло бы доказывать то, что она немного примагничилась к столу. Теперь переходим к следующему, уже более-менее практическому осмотру. Это постараемся немного их простучать. Посмотреть пятно отскока. Также я обращу ваше внимание, что вес оснований, он разнится. Вес оригинального основания составляет 90 грамм. Вес китайского основания составляет 94 грамма. Переходим к простукиванию. Итак, китайское основание. Заметно, что вот здесь вот у нас чуть-чуть мы сместили от центра. Здесь уже отскок не такой, как, допустим, в центре. Вот здесь мы видно, что здесь уже идет снижение. Везде звук у нас немного разница. Что будет влиять на отскоки мяча. Теперь на этой стороне. По всей лопасти звук гуляет. Немного убираем от центра. И уже совсем другой звук. Теперь берем оригинал. Здесь мы уже такого не видим. Звук у нас не так гуляет. Все равно есть искажения, к примеру, потому что мы подходим уже к краю. Но на китайской копии вы сами видели, что он даже в центре был постоянно разный. Она звончая, но разная. Итак, провел анализ простукивания двух оснований. Прихожу к выводу, что китайское основание по звуку было немного звонче, но звук был абсолютно неравномерный. То есть в центре у нас даже периодически со смещением в один сантиметр постоянно был разный звук. Это будет сказываться у нас на отскоке мяча, на стабильности отскока от ракетки. Тогда как, конечно же, на оригинальной версии такого искажения жесткого не было. Но звук был не такой звонкий, как на китайской копии. Ну а теперь переходим к наклеиванию одинаковых накладок на эти два основания. А перед тем, как мы перейдем, просьба поставить лайк к этому видео, а также подписаться на канал, если еще не подписан. Накладки наклеены. Обращаю внимание, что красные накладки на обеих ракетках будут Xeon Vega Pro. Их мы и будем точнее сравнивать, точнее даже не их будем сравнивать, а ракетки, чтобы было примерно одинаковое восприятие этих двух ракеток. И вы не писали, что накладки на ракетках абсолютно разные, поэтому смысла сравнивать две ракетки нет. Теперь переходим уже к столу, где я попробую маленько по элементам, поначинаю атаку, поподрезаю, где-то блочок поставлю и примерно скажу свое мнение по поводу этих двух ракеток. Ну а вы, в свою очередь, конечно же, смотрите, точнее не смотрите, смотрите и сможете сами определить уже, какая ракетка из этих лучше. Ну, конечно же, оригинал будет лучше, и вы сможете определить следующее, насколько уж ужасна китайская копия по сравнению с оригиналом. Прежде чем перейти к столу, давайте просто понабиваем и по звуку уже попытаемся определить, насколько ли это обычная ДВП-доска за 500 рублей. Китайская копия. Звук, конечно же, отличается, там он практически вообще не задерживался, здесь он как-то уже посерьезнее. Все, это мы проверили, теперь переходим к столу. Оригинальная. Про преимущество этого основания, также про плюсы и минусы, то, что она очень быстрая, что мяч очень сильно из нее вылетает, я говорить не буду. Сегодня у нас не цель рассказать про Мизутане Супер ЗЛЦ, а цель у нас именно определить, насколько плохая копия китайская по сравнению с оригиналом. Маленько топ спины. А вы, в свою очередь, уже и смотрите, и определяете по дуге, по скорости, как летит от оригинала и как будет лететь от копии. Теперь переходим уже к копии китайской. Красная. Xeon Vega Pro. Если честно, то, мне кажется, китайская копия где-то даже, возможно, побыстрее на накатах, чем у оригинальной. Теперь маленько топ спины. По моему мнению, конечно, эти два основания, они не одинаковые. Но, учитывая, что это основание, китайская копия, я купил на Авито за 2400 рублей, а если сравнить с другими основаниями за 2400, это очень хорошее основание, в свою очередь. Еще маленько. Ну, я как бы как уже сказал, что одинаково в этих основаниях практически ничего нет, кроме внешнего облика, но в игре она очень хорошо себя ведет. Сейчас маленько с дальней зоны поиграю оригинальной. Зоны поиграю оригинальной. А, э. так вот разница могу сейчас на дальних в чем разница двух этих ракеток конечно две ракетки абсолютно разные у оригинальной чуть чуть больше задержка чем у китайской копии скорость у китайской копии немного побольше контроля у китайской копии поменьше чем у оригинала теперь попробую маленько поначинать атаку и скажу уже свое мнение на том элементе первое будет у нас оригинал теперь попробую китайская копия еще вращение или вот не хватает дуги это следствие того что здесь меньше задержки дуга меньше летит у нас соответственно отскок от стола будет меньше соответственно сопернику будет сложнее принимать это уже можно на заметочку себе оставить а а а а а а не хватило задержки так теперь попробую сравнивать эти два основания на начале атаки что могу сказать оригиналом начинать и китайской копии примерно плюс-минус одинаково но за счет того что у оригинал чуть больше задержка дугу она выписывает чуть побольше чем китайская копия но при усилении при том как когда вы уже первый ход начали по этой китайской копии довольно таки удобно завершать потому что у нее скорости достаточно было теперь поиграем маленько слева первым будет китайской оригинал теперь китайская теперь по подрезке китайская разница в ручке немного присутствует чуть-чуть другая ручка и вот эти вот ушки на китайском а на китайской доске и слева ей нам много вот лично для меня играть удобнее чем оригинальные что она легла мне на пальцы и слева прям поливать справа не так удобно слева прям супер вот эти вот ушки и вот эта вот лопасть она напоминает китайские доски которые маленько лопасть преувеличена вот здесь вот в самом низу еще маленькой вылетела не справился со скоростью так теперь по подрезке маленько фаталити практически прокатила попытка номер два и опять не получилось по подрезке еще чуть-чуть да оригинальная чуть-чуть получше начинать атаку за счет того что есть задержка задержка на оригинальной больше чем на китайской теперь попробую маленько поставлю блоки двумя этими основаниями так китайской у нас теперь попробую маленько оригинальная подставляю ну конечно на блоках чувствуется что контроля больше на оригинальной версии чем на китайской вы могли даже сейчас сами были видите по звуку и по качеству самих под постановки этих блоков подводим промежуточный мини итог того что я сейчас немного наиграл первое что это абсолютно два разных основания то есть в китайской копии нету ничего общего с оригиналом это первое второе почему-то я ожидал что китайская копия будет прям на порядок хуже на порядок будет ужасное основание такого не произошло вы сейчас могли были видеть и потому как мячик летел от ракетки по вращению что не такая же она и плохая это основание а учесть что цена ее составила 2 400 на алиэкспрессе вы можете найти ее в районе двух тысяч это основание это очень достойная ракетка у вас получится и еще и бюджетная по игровым характеристикам что могу сказать по скорости китайская копия мне понравилась больше потому что скорости было не немного побольше и вы могли были по простукиванию тоже это слышать что китайская копия была маленько звонче чем оригинал по контролю по задержке с большим преимуществом выигрывает конечно же оригинал контроль и задержка у оригинальной версии намного было больше и лучше сейчас переходим к самой интересной части это будет у нас слепой тест я детям играющим детям уже предложу две эти ракетки скажу одна была давно производства а это у нас недавнее производство некий такой ребрендинг чтобы они сравнили какое основание им понравится больше не буду говорить что одно оригинал другой копия просто по их мнению какое им основание понравится больше и уже спрошу их что им больше понравилось и я уже затроил зачетверил и сказал несколько раз одно и то же но суть от этого не меняется переходим я вышла я вышла я 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 вот у нас это под первым номером это под старым номером скажи свое мнение по поводу двух этих оснований под первым номером основания гораздо медленнее раз вращать не очень тяжело а подставлять наоборот контроль так а насчет контроля вот во время топ спина я не мог нормально контролировать мяч не чувствую то есть контроль хуже на этом экспонате вода спасибо сейчас экспонат номер один теперь экспонат номер два это экспонат номер два теперь другим экспонат номер первое еще почувствовал ты разницу для тебя это две одинаковые ракетки были а по контролю и по вращению тоже самое все спасибо экземпляр номер один теперь вторую экземпляр номер два готова сказать чем разница в чем основная разница это быстрее а по контролю по контролю да лучше так а по создаванию вращения это получше вам экземпляр номер два больше понравился а по ощущение там помягче пожестче какая а понравилась какая больше экземпляр номер два спасибо мое мнение вы услышали мнение детей надеюсь тоже тоже вами были услышаны всем спасибо за просмотр не забываем ставить лайк этому видео до встречи спасибо за просмотр не забываем спасибо за просмотр не забываем